итак добрый вечер мы будем начинать новый год с нового вебинара будем начинать с первой темы у нас какая-то техническая неполадка почему эта трансляция прямая не включилась еще но запись будет поэтому будем начинать итак основы дубликации мы эту тему обычно раскрываем за 8 вебинаров для того чтобы подробнее поговорить о каждой задачи и сегодня мы начнем с таких двух тем которые называются как правильно ставить цели и как мы работаем с книгой контактов как мы ее составляем и как мы ею пользуемся и так коль мы говорим о дубликации то стоит сказать что дубликация это повторение повторение тех фишек тех приемов которые совершают наши наставники которые делают хорошие лидеры большие лидеры у которых получается выстроить команду например вся дубликация она состоит из четырех таких четырех шагов существует даже такая схема первое это когда мы приглашаем человека то есть мы начинаем даем ему наш первый контакт да и подаем ему информацию вернее приглашаем его на встречу получить информацию о том проекте в который мы его хотим пригласить второй шаг это полная информация о проекте третий шаг это когда мы получаем от него обратную связь насколько ему было понятно насколько ему было интересно хочет ли он дальше продолжать с нами работать и на четвертом шаге начинается вовлечение в систему то есть мы конкретно в виде перед собой хорошего лидера такого отличного работника мы не можем точно повторить его стать этим человеком как бы мы не хотели мы не сможем но систему его работы мы повторить можем и вот здесь нас конечно будет ждать успех если мы будем делать правильные шаги но а с чего вообще начинается любой бизнес любое дело мы для чего-то идем туда мы для чего-то там зарабатываем то есть у нас у каждого есть какая-то цель или даже еще может быть мечта и вот мы знаем что мечтать хорошо мечты сбываются но для того чтобы они действительно сбывались нам нужно что-то делать как говорится под лежачий камень вода не течет поэтому все-таки нужно какие-то предпринимать шаги для того чтобы наша мечта сбылась и проще всего сделать ее своей целью а когда мы расставим цель мы понимаем как не идти мы знаем какие шаги делать мы знаем какому путь должны пройти во всяком случае мы видим эту дорогу потому что опять таки эту же цель ту же цель нужно уметь правильно поставить и существует такая очень простая система называется smart то есть ставить цели по системе smart это правильно она состоит из пяти таких шагов пяти таких определений можно сказать то есть это английская аббревиатура цель должна быть конкретная мы четко должны понимать чего мы хотим мы должны понимать какой конечный результат мы в итоге хотим получить во второе на должна быть измеримая мы должны понимать по каким параметрам мы поймем что цель достигнута то есть что мы в конечном итоге вот мы получили мы поняли ура мы пришли к своей цели мы достигли она должна быть достижимая то есть мы не загадываем какие-то воздушные замки а мы взвешиваем все свои ресурсы на временные там энергетические какие-то моральные потом финансовые ресурсы да и мы понимаем что да у нас есть все для того чтобы встать на этот путь и идти к своей цели вот она должна быть реалистичная и еще называют значимая то есть мы должны понимать что для нас это имеет большое значение что мы у нас есть мотивация идти к этой цели потому что не будет мотивации мы не будем к ней идти не будет никакого достижения мы должны понимать ради чего мы идем туда какую выгоду мы от этого получим и естественно она должна быть определена во времени всегда нужно ставить временные рамки каком времени мы хотим достигнуть дальней цели так ну что не все меня секундочку делаем перерыв и и и и и Продолжение следует... Так, я прошу прощения, там какая-то у нас техническая неполадка, мне пришлось отвечать на вопросы. Итак, мы идем дальше. То есть, например, если поставить такую цель в нашем проекте, когда мы работаем, за один год достичь статуса ТОП-эксперт, то мы понимаем, что она у нас абсолютно понятная, то есть конечный итог – это ТОП-эксперт. Значит, выгода какая? У ТОП-эксперта, во-первых, большая команда, значит, большие бонусы, большие заработки, плюс есть премия, которую получает он за статус, плюс у него повышается процент бонуса от структуры своей. И, естественно, здесь также у нас стоят временные рамки, да, то есть год. Мы говорим, что вот нам нужен для этого год. Дальше мы можем разбить ее на некоторые этапы. Мы тоже знаем, что цели бывают краткосрочные и долгосрочные, да, то есть большая цель основная – это ТОП-эксперт. Мы разбиваем на несколько этапов по месяцам, например, и определяем, какие шаги мы в каждый месяц должны сделать для того, чтобы пройти к ТОП-эксперту. То есть у нас есть промежуточные цели – это лидер, мастер, эксперт, да, и мы знаем, что нам нужно для этого сделать. И мы точно так же все разбиваем на временные отрезки, на каждом отрезке прописываем наши свои шаги, да, то есть мы знаем, чтобы достичь лидера, нам нужно в первый месяц сделать 10 прямых сделок, за две недели получить лидера, за следующие две недели мы можем выделить своих трех самых активных партнеров и сделать, довести их до ранга лидера, таким образом мы сразу становимся мастером, да. То есть мы знаем, какие нам надо сделать шаги. Мы их прописываем, и мы к ним идем, то есть мы идем к своей цели. Еще я наткнулась на такую методику Брайана Тресси, которая называется «Метод достижения цели за 12 этапов». Она мне очень понравилась, потому что здесь более подробно рассказывается конкретно по своим целям, и мне хочется об этом тоже рассказать. То есть первое, он говорит, желание должно быть свое личное, оно не должно быть чужим, ни папина, ни мамина, которые там делают какую-то ставку на нас, которые чего-то от нас ожидают. Нет, нужно самому захотеть, и тогда мы сможем, мы тогда дойдем до этой цели. Если мы будем делать, потому что нам так сказали, нам советовали, нам сказали, что так будет лучше, то рано или поздно на каком-то этапе мы остановимся, и мы поймем, что теряли просто время. Обязательно нужно, чтобы была вера в то, что мы достигнем цели. То есть никогда, ни перед какими трудностями останавливаться не нужно. Все проблемы мы можем назвать задачами, не проблемами, а задачами. То есть если мы научимся слово «проблема» заменять на слово «задача», значит мы понимаем, что у задачи всегда есть какое-то решение. Так и здесь. То есть мы ставим такую цель, которая реалистичная, мы говорили об этом, она возможна для восприятия нашего подсознания. Она, конечно, должна быть трудная, потому что каждая наша цель должна нас заставлять выходить из зоны комфорта. Это очень правильно, потому что мы растем тогда, и мы можем ставить более сложные цели. То есть даже, можно сказать, вероятность исполнения 50 на 50. И мы будем понимать, что есть какие-то этапы, есть какие-то трудности, которые нужно преодолеть. И таким образом мы поднимаемся ступенькой за ступенькой выше и ближе к своей цели. Дальше. Цели нужно записывать в обязательном порядке, их нужно записывать. То есть незаписанные цели остаются просто желанием. Нужно подробно во всех деталях обязательно все прописывать. Не нужно лениться, это очень работает. Все, что записано на бумаге, оно как-то быстрее уходит во Вселенную. Мы спим, а Вселенная читает, что мы написали. И обязательно выделить для себя пользу от достижения этой цели. То есть то, что мы говорили, мотивация. Какую пользу, какую выгоду я получу, когда я этого достигну. Потому что только когда есть выгода, у нас будет мотивация. Мотивация идти, преодолевать и вот опять-таки выходить из этой зоны комфорта. Нужно обязательно проанализировать ситуацию. То есть что у нас есть на сегодняшний день. С чем мы как бы становимся на путь к достижению своей цели. Это когда человек хочет похудеть, он прежде всего встанет на весы и посмотрит, какой у него вес есть на сегодняшний день. И дальше он будет себе прописывать программу спорта, питания и всего остального. То есть нужно понимать, что у нас есть на сегодняшний день. Обязательно сроки. Дать себе задание, а прописать сроки, до какого момента я буду идти. И в какой момент я хочу, чтобы эта цель была достигнута. Чем еще это хорошо? Когда мы проходим какой-то этап, вот прям как на линейке, да, такой вот отрезок. Мы проходим какой-то этап, мы всегда видим, сколько нам осталось. Не только сколько мы уже прошли, но мы видим, сколько нам осталось. И когда мы переходим до половины, и мы понимаем, что мы прошли путь длиннее, чем тот, который остался. То есть вот этот путь до достижения цели у нас начинает уменьшаться. Это придает нам больше сил, это придает нам больше мотивации, больше энергии. Несмотря на то, что, допустим, у нас есть больше усталости, да, потому что есть больше проделанной работы. Но это результат. Когда начинает уменьшаться наш путь к цели, это результат, это хороший результат. И он очень нам помогает идти дальше, дает нам силы. То есть очень важно понимать, сколько времени нам еще остается до достижения нашей цели. Потом, когда мы прописываем дорогу, по которой мы пройдем, мы должны понимать, какие у нас могут быть препятствия. Может быть, у нас будет такое препятствие, на которое придется потратить очень много времени, и мы его как цель тоже распишем. Это нормально, это даже очень правильно. То есть вот самые сложные мы тоже пропишем, прям по этапам распишем, что нам нужно для этого сделать. Может быть, нам нужны будут какие-то дополнительные знания, да, какую-то книгу еще почитать, на какие-то курсы сходить. Например, у меня знакомая сказала, что они хотят строить дом, у нее муж умеет делать всю внутреннюю отделку, умеет класть камень и уже даже умеет крыть крышу. Вот, он говорит, но он никогда не делал фундамент. Но в данном случае ему очень хотелось сделать все своими руками, либо брать бригаду, которой он сам будет руководить, чтобы все было под контролем. И вот она мне рассказывала, как он ходил в бригаду строителей работать на стройке, чтобы научиться делать фундамент. Вот это как раз то, о чем я сейчас говорю. Определить, какие дополнительные знания потребуются для того, чтобы мы могли достигнуть своей цели. И это тоже будет очень правильно. Во-первых, мы расширяем свой кругозор, мы расширяем свои навыки, свой опыт. То есть здесь только польза. Может быть, нам нужно будет помощь каких-то людей. Нам тоже нужно понимать, люди или организации. То есть мы тоже должны быть к этому готовы, что нам придется к кому-то обратиться. Мы должны понимать, к кому и на каком этапе нам нужно будет обратиться. И создать план. Прямо прописываем план, учитывая все детали. Если мы начинаем идти, у нас какие-то форс-мажоры, какие-то дополнительные препятствия. Что-то идет не по плану, ничего страшного, план всегда можно переписать. То есть мы его переписываем, но он всегда должен быть. Как только мы заканчиваем один этап, мы четко должны быть, должны видеть, что у нас написано следующим этапом, чтобы не терять время. То есть очень важно, чтобы был план. Мы всегда говорим о планировании, что планирование в бизнесе вообще самое-самое, можно сказать, важное, самое главное элемент. То есть без планирования мы вообще не можем начинать бизнес. Так и здесь то же самое. Мы идем к цели, у нас должен быть четкий план, по которому мы будем действовать. Дальше идет визуализация. Самый приятный такой момент – это визуализация уже достигнутой цели. То есть рисуем картинку, наслаждаемся и любуемся тем, что мы хотим видеть в конечном итоге. Если взять, например, дом, я всегда привожу такой пример, наверное, потому что я сама хочу иметь собственный дом. Поэтому сегодня даже я листала там некоторые материалы, и мне прям попалась такая статья о визуализации задуманного, прям в тему, в сегодняшнюю тему. И там очень интересно написано, что если вы хотите построить дом, то представьте себя уже в этом доме. Не смотрите на него с каким-то благоговением таким, что и как на недостижимую цель, вот эта картинка, вот этот дом, и вот я на него молюсь, я хочу такой же дом. Нет, открывайте визуально дверь, заходите в этот дом, пройдитесь по комнатам, поваляйтесь на кровати, посидите около камина, представьте себе, что вы подкидываете дрова и даже чувствуете запах дыма, который идёт от этих дров. Подойдите к своей кофеварке, заварите себе чашечку кофе. То есть делайте так, как будто бы вы уже там внутри, полностью ходите, гуляйте, как хозяин по этому дому. И вы визуально будете себе представлять, какую вы хотите кухню, какой вы хотите двор, поваляйтесь на травке, позагорайте, потрогайте её, эту зелёную подстреженную травку, красивая газонокосерка. То есть нужно, эта визуализация должна быть очень реалистичной. То есть вы должны видеть себя уже там, внутри сбывшейся своей мечты. Вот это очень важно. И это вам придаст уверенности и сил. Плюс вселенная понимает, что да, этот человек действительно упорно хочет быть там, дом ещё не построен, а он уже там по комнатам ходит. И очень важно дать себе обещание не сдаваться и дойти до конца. То есть упорно, несмотря ни на какие трудности, я всё равно дойду. Если передо мной будут вставать какие-то проблемы, я буду их называть задачами, я буду находить решение этим задачам, но я буду идти к своей цели. Ну, потому что иначе, ну, для чего жить, для чего эту цель-то? Загадывай тогда, если мы готовы сдаться где-то на полпути и отступить. Тем более, если мы хотим построить дом, но и хотим жить в этом доме, то никто, кроме нас, этого не сделает. Вот поэтому тут хочешь не хочешь, нужно идти. Вот, и когда-то я тоже ставила свои цели, до того, как я начала изучать эти темы, даже вот обычную систему Smart еще не знала, да. И когда я посмотрела, как я поставила свою цель, я поняла, нашла некоторые ошибки. И я ее переписала, я ее переформатировала, так сказать, да. Вот, и поэтому вы тоже посмотрите, попробуйте. Кто, например, первый раз сейчас слышит об этой системе, то подумайте, какая у вас на сегодняшний день стоит цель, куда вы сейчас идете. И, возможно, нужно немножко что-то подкорректировать. Возможно, то, что вы сейчас услышали, поможет вам откорректировать путь к этой цели или постановку этой цели. И вы сможете составить, переписать немножко план, по которому вы пойдете к этой цели. То есть я, ну, мне будет приятно, если действительно для вас будет какая-то польза в том, что вы сейчас узнали. Вот, и еще очень часто рекомендуют, многие на тренингах рекомендуют делать карту желаний. Это действительно работает, это помогает нам с той же визуализацией, о которой я сейчас говорила, если воображения мало, то, пожалуйста, свое фото вовнутрь и вокруг, что хотите. Если это тот же дом, пожалуйста, сделайте дом, как бы вы хотели, чтобы он выглядел, сколько там комнат, что в этом доме. Тот же камин красивый, тот же гараж там на две машины. То есть все это можно найти в красивых журналах, в картинках и все это наклеить вокруг своей фотографии. И это тоже нам помогает. Вот эта вот визуализация, она помогает нам идти к своей цели, потому что каждый раз, когда мы смотрим, мы говорим, ой, классно, вот я хочу вот так, вот еще немножечко я буду около камина сидеть, а вот я еще хочу, чтобы у меня было кресло-качалка, а я хочу, чтобы у меня была терраса еще. Вот, и это нам, ну, я, наверное, повторюсь, но скажу, это дает нам мотивацию, это дает нам энергию, дает нам силы и желание выходить из зоны комфорта и идти к своей цели. Вот, поэтому еще раз, с чего я начала, если вы хотите, чтобы ваши мечты сбылись, превратите их в свои цели. А как работать с целями, мы знаем. Таким образом, мы будем целенаправленно идти к своей мечте. Вот, но плавно переходим, кто же нам помогает в нашем проекте зарабатывать? Конечно же, наши партнеры, конечно же, наша команда. И чтобы создать эту команду, чтобы найти этих партнеров, нам, конечно же, нужны контакты, нам нужно сделать эту книгу, этот список, с которым мы будем работать, то есть нам нужны люди. Где мы берем людей? В разных местах. Это могут быть наши знакомые, это могут быть знакомые через третье лицо, это могут быть абсолютно незнакомые люди, которые мы тоже из разных источников берем. Вот, поэтому мы переходим ко второй задаче, это создание книги контактов или списка контактов, потому что это наш основной капитал, с которым мы работаем. То есть у нас есть мечта, но нам нужны люди, с которыми мы будем работать, нам нужна команда. Поэтому очень важно этот список писать, расширять, пополнять, обновлять постоянно. Какие-то новые люди, какие-то новые знакомства должны у нас в этот список как бы входить. Может быть, тоже кто-то был на тренингах, может быть, вы знаете, с чего начинаются такого рода тренинги у МЛМщиков. Всегда дается задание, напишите список из 100 контактов. Вот для чего это нужно и нужно ли это вообще. Часто это раздражает, потому что когда нам дается, допустим, 30 минут и говорят, вот за 30 минут напишите 100 контактов, мы думаем, боже мой, мы никогда в жизни этих 100 контактов за 30 минут не напишем, это же сколько людей надо вспомнить. Что значит контакт? Хотя бы просто имя, хотя бы визуально вспомнили человека. Не важно, знаете вы его имейл, знаете вы его телефон, не важно, просто имя. Для чего это нужно? То есть нужно ли? Да, нужно. И 100 нужно, и 200 нужно, и 300 нужно. Для чего это нужно? Существует статистика, что к 21 году у каждого человека есть примерно 200 знакомых людей. И если хорошенечко поднапрячься, то мы их вспомним. То есть не 100, а 200. И еще один такой статистический факт, что 20-30% из этих людей на наше предложение, на наше приглашение обязательно скажут нет. Это статистика, это факт, против которого, как говорится, не попрешь, и это надо учитывать. Поэтому, естественно, чем больше список контактов мы напишем, тем больше людей в команду мы сможем собрать, зная, что у нас 30% полностью может отвалиться. Это будут те люди, которые имеют право не согласиться, не быть с нами в команде, не работать с нами. Я еще раз вернусь к предыдущему слайду и хочу сказать, что когда мы пишем контакты, очень важно написать имя человека, номер телефона, e-mail и обязательно оставлять графу заметки. Я когда начинала работать, я делала две графы заметки. То есть первое – это откуда у меня номер телефона или откуда я этого человека знаю, где мы с ним встречались, где мы с ним пересекались, учились, вместе жили. Да, кто это? Вот. Первое – это кто это? Для того, чтобы при звонке вы могли представиться и человек быстро вас вспомнил. Вторая графа заметки – это то, чем закончится ваша первая беседа, до чего вы договоритесь. То есть либо он скажет «нет», либо он скажет «призвони мне позже, я сейчас уезжаю», либо вы договариваетесь о какой-то встрече. То есть, чтобы вы не забыли, во второй графе мы уже пишем результат нашего разговора. Так, мне нужна зарядка. Спасибо. 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 Технические неполадки называются сегодня все в один момент. Вот. Поэтому мы делаем две графы заметок. Первое – это кто человек, откуда мы его знаем. Второе – чем закончился наш первый разговор и как мы будем дальше свое сотрудничество выстраивать и будем ли мы выстраивать. Вот. Главный вопрос, который задают все, где брать контакты. Есть несколько видов составления списка контактов. Три из них я сегодня, от трех из них я сегодня хочу сказать что-то. Первое – мы можем записывать просто всех, кого знаем. Просто писать, писать, писать. вспомнил, писал, вспомнил, записал. Сегодня вспомнил, завтра вспомнил, послезавтра вспомнил, записал. Просто пишем и звоним, пишем и звоним по очереди. Второй вариант – мы можем взять, допустим, свою телефонную книгу, которая у нас есть в телефоне. Там, может быть, у кого-то еще записные книжки сохранились. Вот. И разделить на три такие категории. Первое – это люди, на которых у нас есть влияние. Это люди, которые нам полностью доверяют, для которых мы являемся авторитетом. Второе – люди, у которых может быть интерес к данному бизнесу. И третья группа – будут остальные. То есть, что такое влияние? Влияние – это когда человек знает, что вы успешны, что у вас получается зарабатывать деньги, что вы в интересном проекте. И которому вы можете сказать, вот ты знаешь, что я подумал, что я хотел бы быть, я бы хотел взять тебя в свою команду. Ты знаешь, что я ерунду тебя не посоветую, ты знаешь, что вот у меня там все хорошо получается, поэтому хочу тебе предложить. И знаю, какой ты человек ответственный, я бы хотел, чтобы ты был в моей команде. Поэтому давай, пошли, я тебе покажу, расскажу все. Да, и человек идет с вами. Вот. Люди, у которых может быть интерес к данному бизнесу, это сетевики. Это люди, у которых, может быть, был бизнес, может быть, они закрылись, может быть, они обанкротились по разным причинам. То есть люди бизнеса, которые знают, как зарабатываются деньги, у кого, у кого есть коммерческая хватка. Да, просто каждый отдельный из этих групп мы можем подготовить определенный вид беседы, определенный вид разговора. Да, и когда мы будем видеть эту группу уже, мы знаем, что вот к этому, к этому, к этому, к этому я иду вот в каком-то там своем настроении, вот с таким вот посылом. Вот. Остальные, это действительно все эти люди, остальные, у которых там не говорим про влияние, не говорим про интерес, просто остальные люди. Да, ну вот такие вот три группы. И мы составляем для себя каких-то три вида презентации данного бизнеса. Да, мы по-разному с этими группами разговариваем, мы по-разному делаем это предложение. И третий вариант, когда мы, допустим, делаем тоже список, но делим его на три сегмента по следующим признакам. То есть горячий рынок, теплый рынок и холодный рынок. То есть это могут быть три тетрадки, это могут быть три листа, неважно. Только не три колонки, потому что этого будет очень мало. Нужно, чтобы всегда было место для разного рода пометок. И даже если вы вспомнили только имя человека и не знаете его ни адрес, ни имейл, ни вообще ничего больше, только имя, тоже его нужно вписывать, потому что всё, что прописано, всё рано или поздно приносит свои плоды. Я не знаю, как это работает, я не буду утверждать, но я думаю, вы согласитесь, что часто бывает, когда ты вспомнишь человека сегодня, завтра или послезавтра, ты его либо встретишь, либо он тебе сам позвонит, либо вы встречаете общего знакомого, и с которым вы начинаете о нём говорить, вспоминаете, слушай, а ты помнишь этого, да, я помню, а вот у него то-то-то произошло, он там туда-туда уехал, да, то есть мы вдруг получаем о нём информацию. Я не знаю, как это работает, но это именно так работает, поэтому в списке записываем всех. Ну, что такое горячий рынок? Горячий рынок – это наши родные и близкие, которых мы моментально вспомним, да, и впишем в этот список. Люди, с которыми мы очень часто встречаемся, допустим, наши коллеги по работе, люди, которым мы можем позвонить и сказать, привет, как дела, как ты вчера там куда-то сходил, как ты съездил в отпуск, потому что мы в курсе событий, в курсе дел этого человека, потому что мы часто видимся, часто общаемся. Вот, люди, которые интересны нам, с которыми мы общаемся, и мы понимаем, что это очень интересный человек, и мы всегда придем к нему с комплиментом, всегда придем и скажем ему, мне очень интересна твоя деятельность, мне очень интересно, какой у тебя подход к делам, да, вот, и уже мы можем заводить разговор. Люди, то есть, даже может быть так, что мы можем сказать, что вот у меня есть бизнес, ну, это на самом деле, это я сейчас не придумываю, а говорю, допустим, есть человек, который для вас является авторитетом, не вы для него, а он для вас является авторитетом, И вы понимаете, что его слово, его мнение для вас имеет большое значение. Вы можете ему рассказать об этом проекте для того, чтобы он оценил, для того, чтобы он со стороны на это посмотрел. И вы именно так к нему приходите, именно с таким вопросом. Посмотри, как твое мнение, хочу знать твое мнение. Мне показался проект интересным. Как твое мнение как специалиста, как человека, который в бизнесе давно. Дальше люди, которым интересны мы или на которых есть влияние. Вот это то, что я сейчас говорила, на которых у нас есть влияние. Это тоже наш горячий рынок. Но и также люди, у которых может быть интерес, которых мы конкретно знаем. Вот это сетевики, которых мы четко знаем, у них может быть интерес. Вот эти категории тоже входят в горячий рынок. Теплый рынок, он намного шире, намного больше. это те люди, с которыми мы иногда пересекаемся и общаемся. Но мы знаем их имя, мы знаем, допустим, как его жизнь проходит, в каком городе он живёт, женат, не женат. То есть люди, которые где-то там подальше, но тоже с нами в хороших взаимоотношениях. И вот иногда нам кажется, что у нас таких людей немного. Но на самом деле их очень много, таких людей. И наш мозг очень хорошо может поработать, если мы ему дадим какие-то правильные, зададим какие-то правильные исходные данные. Вот как вы думаете, допустим, сколько у вас таких людей? Можете даже ради интереса записать себе эту цифру. Допустим, вот я думаю, что у меня 100 таких людей. И сейчас, когда я вам дам подсказки, по каким ассоциациям можно... вспоминать и записывать этих людей, вы поймёте, что этот список, та цифра, которую вы сейчас назовёте, она будет намного больше. Но просто ради интереса можете попробовать, предположить, сколько у вас есть людей из тёплого рынка, знакомых, да. И сейчас после вебинара попробовать по вот этим вот методам, которые я сейчас расскажу, вспомнить и записать, составить этот список, и вы увидите, что эта цифра будет отличаться. Например, есть несколько систем подсказок. Первая подсказка – это А по ассоциациям. То есть мы начинаем вспоминать людей по каким-то определённым ассоциациям. Знаю ли я усатых? Знаю ли я тех, кто носит очки? Или там, допустим, шутники, которые умеют дурачиться, которые, ну, веселят публику всегда, поддерживают настроение. Дальше. Может быть, у нас есть знакомые лидеры, которые всегда берут в свои руки дело, будь то мы в походе, будь то мы в классе, будь то мы на каком-то субботнике, всегда есть лидеры, которые берут и начинают руководить процессом. Вот. Может быть, у вас есть люди, которые лысые. Знаете ли вы тех, кто сегодня болеет, лежит дома с температурой, кого надо навестить? Может быть, недавно болел. Может быть, вот сейчас коронавирус все там многие принесли. Начинаете вспоминать, кто из ваших людей переболел. И вам приходят на ум люди. Люди богатые, либо люди, которые с лёгкостью умеют зарабатывать деньги. Вот. А может быть, среди вас есть люди, которые позитивные, для которых никогда проблема не является проблемой, которые даже не знают такого слова, которые всегда поддерживают, всегда пошутят. Всегда скажут, это не беда, пошли, помогу, подставят своё плечо. Может быть, среди ваших знакомых есть спортсмены, которые занимаются профессиональным спортом или любительским спортом. То есть любые ассоциации. Эти ассоциации можете придумывать сами. Например, по внешнему виду, по чертам характера, по национальности, отношение к делу, стиль одежды, профессия. То есть ассоциации вы придумываете сами. Вы знаете электриков? Раз в голову пришёл какой. Один электрик, но он придёт в голову, человек, который разбирается. Вот я сразу раз, у меня два пришли в голову. Парикмахеры, продавцы. Может быть, среди ваших знакомых есть те, кто носит очки. Может быть, у вас есть пачка визиток, разных визиток. Возьмите их, полистайте, достаньте, полистайте. Вы вспомните этих людей, при каких обстоятельствах эти люди вам дали свою визитку. Всех заносим в этот список. Кстати, визитки, я думаю, в каждом доме сейчас есть коробочка какая-то, ящичек какой-то, где хранятся разного рода визитки. Это тоже прям готовый уже список контактов, отдельный такой, да. Вот, можно полистать свои фотоальбомы. Это тоже вас натолкнет на мысль о своих знакомых. Это работает, я сама через это проходила. То есть, если бы я не проходила, я бы этого не говорила, на самом деле. Ну, не говорила бы, что это работает, да. Это работает действительно. Дальше вы можете... Следующая система – это по ситуации. То есть, это уже не ассоциация, это уже конкретная ситуация, в которой мы побывали. То есть, это начальная, средняя школа. Это какие-то высшие учебные заведения. Может быть, это преподаватели школ и вузов, где мы учились. Может быть, это воспитатели детских садов и учителя школ, где уже наши дети учатся, учились. Да, там тоже всегда есть какие-то контакты. Может быть, мы сами были на семинарах, на тренингах, на выставках, на, не знаю, на каких-то обучающих программах. Какие-то курсы повышения квалификации, там, где мы учились. У нас у всех были группы, у нас у всех были преподаватели. Обязательно где-то кого-то, да, вы вспомните. Вот, можно уже, знаете, идти по, уже с разными шутками-прибаутками. Там клубы любителей кактусов, английских кошек, коллекционеры всякой-всячины, соседи по лестничной площадке, по даче, по санаторию. То есть, мы вспоминаем их лица, привычки, увлечения. И эта информация начинает к нам приходить. Наш мозг начинает доставать информацию из своих извилин, из своих уголочков, из своих полочек. Потому что наш мозг действительно удивительный орган. Он работает так, что, ну, я не знаю, я не знаю, как объяснить, как он работает. Но если мы начинаем вот в нем копаться, он начинает все больше и больше стараться и выдавать нам какую-то информацию. И, наконец, холодный рынок – это все остальные люди в мире. Он самый большой, он самый-самый огромный. Это люди, с которыми мы не знакомы напрямую. Но как мы можем их, как мы можем их найти, этих людей? То есть, это поиск партнеров там, где нам кажется, что их нет, но они есть. Это холодный рынок – это выход из привычной уютной зоны комфорта. Но это очень большое безграничное пространство. Понимаете, вот список горячий рынок – это, допустим, наши там 50 человек. Теплый рынок мы еще 300 человек наберем. А холодный рынок – это все остальные люди мира, поверьте. Кто смотрел фильм «Елки», там было такое выражение «Знакомство через пять рукопожатий» или через шесть рукопожатий. То есть, мы можем сказать, что с любым человеком мира через пять рукопожатий мы уже будем знакомы. Через пять каких-то ступеней знакомства, через пять людей. Это тоже такая очень интересная теория, и она имеет место быть, потому что действительно так иногда и получается. Ну вот как мы составляем? То есть, мы берем, естественно, рекомендацию третьего лица. Это когда мы четко звоним человеку и говорим «Ваш номер телефона дала мне Анна», такая-то, такая-то. Но человек-то мы не знали, но мы уже с ним можем общаться. Мы запросто можем с ним общаться, потому что у нас есть человек общий и знакомый. Это можно выходить на людей с конкретными интересами. Да, вот где-то конкретно там клубы какие-то, это, ну да, скорее всего, клубы, общества какие-то, где мы можем пообщаться с человеком, мы можем познакомиться. У нас будут сначала одни общие интересы, а потом мы можем рассказать о себе. Он нам расскажет о себе, мы расскажем о себе. Вот. Использование готовых списков имен сейчас, наверное, уже не очень актуально, потому что сейчас действует такая программа защиты личных данных, и уже больше нет таких списков, как раньше были. Но, может быть, где-то еще на сайтах есть какие-то там, допустим, преподаватели вузов каких-то, если хотите поступить, там есть учительский состав или еще что-то. Да, некоторые берут рекламу о продажах различных, вот, и там берут контакты людей. Я вам скажу, что из рекламы очень выгодно брать людей, которые занимаются продажами автомобилей, потому что автомобиль или недвижимости какой-то, да, потому что это люди, для которых это уже бизнес, это их большой бизнес. И предложить еще какой-то бизнес или, допустим, предложить инвестицию во что-то можно такому человеку, потому что он понимает, как делаются деньги. И из рекламы совсем не подходят те люди, которые пишут объявления о том, что они ищут работу. Это очень инертные люди, которые сами ничего не делают, они ждут, что кто-то им позвонит и предложит им работу, да. Вот, они сами, ну, не очень стараются что-то делать. То есть я просто говорю, какие в рекламе, какие категории выгодные, какие категории невыгодные, чтобы не терять свое время. Вот. Ну, конечно, посещать места, мероприятия, где можно познакомиться, то есть это те же выставки, те же семинары, и самой полезно. И там можно с кем-то познакомиться и обменяться визитками, там, может быть, потом после выставки, там, на чашечке кофе, вот, переговорить и рассказать немножко о себе. То есть идти на холодные контакты нужно, можно и не страшно. Очень хорошо, когда вы сами инициатор, потому что вы предлагаете, вы начинаете разговор, и... То есть когда вы инициатор вообще знакомства, да. Вот. Этот метод очень хорошо работает в незнакомых городах, когда вы приходите в городе, когда вы действительно ничего не знаете, когда город для вас новый, когда вы у людей спрашиваете, как пойти или там, что в этом городе можно интересного посмотреть. Это абсолютная правда, это очень искренне, и таким образом получается уже какое-то знакомство, да. Опять-таки, если вы в незнакомом городе приехали реально поработать и завести какие-то знакомства, то лучше это делать где-то в парке, где-то в местах отдыха, где люди в расслабленном состоянии никуда не спешат. Если человек бежит по тротуару на работу или опаздывает на транспорт, а вы его спрашиваете, как пройти в библиотеку, потому что вы хотите с ним познакомиться, остановить его, заговорить с ним, то вы понимаете, что он вам ответит на ваш вопрос, набегу и понесётся дальше, потому что он реально спешит, ему некогда с вами беседовать. То есть лучше это делать в каких-то таких вот местах отдыха. Тогда можно и поговорить на разные темы с людьми. Вот. Поэтому, скажем так, способов очень много, они все доступны, они все работают, и нужно только захотеть выйти из зоны комфорта, выйти, поискать, составить список и поработать. Мне понравилось выражение, я такое выражение услышала, когда спрашиваю человека, чем ты занимаешься. Кто-то говорит, я инвестор, кто-то говорит, я поддерживаю стартапы, вот. Это всё тоже как бы правильное определение нашего занятия, чем мы занимаемся, да. Но мне очень понравилось выражение «я продаю образ жизни», потому что это всегда влечёт за собой вопрос «это как?». И у вас всегда есть шанс рассказать. Когда вы говорите «я инвестор», а, ну я знаю, нет, нет, это не для меня, да. Я поддерживаю стартапы, а, я знаю, стартапы там часто проваливаются, даже никогда этим не интересуюсь, не хочу об этом слушать. Вот. Когда вы говорите «продаю образ жизни», как, что за образ жизни ты продаёшь? Я не поняла, что это такое. Да, то есть это выражение, оно ведь правдивое, вы же не обманываете, вот. Но оно влечёт за собой вопрос «что это и как это?», да, и даёт вам шанс ещё больше, подробнее рассказать. Так, что у нас по времени? Ещё есть 10 минут. Мне очень хочется рассказать, как работают MLM-щики со своими контактами. Один раз я это увидела и поняла, что это очень важно и очень нужно. У них такая большая толстая книга, куда они записывают людей, то есть там есть определённые 5 колонок. Первая колонка, ну порядковый номер, понятно, фамилия, имя, отчество, то есть полностью подробно, как к человеку обращаться. Они всегда расспрашивают, как обращаться, потому что есть люди, которые хотят, чтобы их назвали по имени, отчеству, и всё. И вот не будете так называть, значит не проявляете уважение, не проявляете уважение, не будет с вами общаться. Ну есть такие люди. Дальше вы записываете абсолютно все контакты. Конечно, не с первого раза, вы пополняете всё. Как только где-то вы что-то узнали, увидели этого человека в Фейсбуке, раз записали. Вот ещё что-то узнали, ещё что-то. Всё-всё-всё записываете. То есть полностью, где его можно найти, где, в каких мессенджерах или в каких соцсетях можно ему отправить информацию. Дальше вы пишете информацию о человеке. И вот тут очень важно все мелочи подмечать, любые мелочи при разговоре с человеком подметить. Какая профессия, какую род деятельность, какие у него есть увлечения и хобби. Это намного важнее даже, чем его работа. Если у него семья, дети, внуки, потому что для многих появляются внуки. Эти внуки становятся прям для них единственным смыслом жизни. И мы понимаем, что мы можем в своей беседе делать на это акцент. В данном случае, вот смотрите, я заговорила о внуках, и мне сразу пришло в голову, что если человек обожает своих внуков, мы можем предложить ему сделать внукам подарки. У нас есть детские пакеты. Мы можем вот такой шикарный пакет, то есть зарегистрировать кабинет на внука, сделать ему такой подарок. Даже если ребенок несовершеннолетний, и на совершеннолетие подарить шикарный подарок в виде акций. А может быть к тому времени еще и с накопленными дивидендами. Поэтому это очень важно. Животные. Для многих животные занимают большую часть их жизни. Для них это очень важно. Поэтому если вы поинтересуетесь, как чувствует себя их питомец, как они съездили на какую-то выставку или еще что-то, на какие-то соревнования, то нашему собеседнику будет очень приятно. Он понимает, что вы уважительно относитесь к его хобби, к его любимому занятию. То есть знак зодиака, дату рождения в обязательном порядке, потому что когда вы неожиданно позвоните, поздравите с днем рождения, тоже очень приятно. Человек понимает, что вы к нему внимательны, и ему будет хотеться вам ответить тем же. И дальше пятая графа, она самая большая. Она называется касание по терминологии MLM-щиков. Да, ну я назвала это просто встречи. То есть мы пишем, где мы познакомились, какая была наша первая встреча, при каких обстоятельствах. Это для того, чтобы при звонке вы могли ему о себе напомнить. Дальше мы записываем результат нашего разговора. Назначенные следующие встречи. То есть какую дату мы там договорились встретиться. Что мы обещали ему отправить. То есть все здесь все фиксируется. То есть реально слово касание, они такие очень правильные определения. Чтобы на следующий раз, когда мы звоним, мы понимали, о чем говорить. Мы говорим, мы с вами встречались, я обещала вам отправить, я вам отправила. Вы посмотрели, какое ваше мнение. То есть все, вы показываете себя очень компетентным человеком, компетентным партнером. И когда вы приглашаете человека в бизнес, он должен понимать, что он хочет делать с вами бизнес, потому что вы обязательные, вы четкие, вы умеете конфертизировать и умеете держать свое слово. То есть это очень важно. И эта книга на самом деле очень помогает работать, потому что вся информация о клиенте у вас есть. Вот, например, это уже старая запись, но вот такая у меня была запись по моему клиенту Иванова Тамара. День рождения, 10 октября, 79-й год. Весы, психолог, частная практика. Муж, двое детей, любят путешествовать всей семьей. Но у нее есть восточная европейская овчарка, участвует в выставках, там призер многих выставок. Есть два кубка, есть три медали. Там участвовала она еще в каких-то спасительных операциях, то есть они обучали, как спасательные действия делать. Да, вот, то есть для нее собака – это после детей, вот семья, дети на первом месте, на втором месте – это собака. Она говорит, что работая психологом, ковыряясь постоянно в чужих проблемах, ей хочется отдыхать, и чтобы не срываться на детях, то есть говорит, я отдыхаю с собакой, все, у меня прямо идет моральная разгрузка, у меня собака снимает с меня, все усталость, снимает весь негатив. То есть для нее это очень важно, поэтому, конечно, я интересуюсь, как поживает собака, где они были, она рассказывает там, куда они ездили. То есть ей приятно об этом рассказывать. В принципе, мне интересно это слушать, потому что сама люблю собак, у меня их нету, из-за того, что у меня аллергики в семье, и то, что она рассказывает, что делает ее умнейшая собака, мне даже тоже очень интересно. Вот, пишу, что мы познакомились на тренинге, что я рассказала о своем роде деятельности, что вот в следующий раз мы там 10 сентября встречались, дала информацию, подарила каталог, теперь пообещала отправить 2-3 ролика и ссылку на вебинар, созваниваемся через неделю, звоню я, мы четко договорились, что я буду звонить, какое время, да, и отметила от себя, что у нее вот день рождения 10 декабря, нужно обязательно поздравить. То есть это важно. Вот так вот мы работаем с этими контактами. И тогда с вами будет интересно общаться, человек будет видеть, что он вам интересен, он вам не безразличен, и он будет отвечать вам тем же, будет отвечать вам взаимностью. И в заключение хочу сказать, когда вы видите перед собой огромный список, вот вы написали этот список, и нужно с ним начинать работать. Это мы уже плавно переходим к следующей теме, как бы, да, по звонках. Каким людям нужно звонить в первую очередь? Не нужно звонить четко по списку, вот прям вот я себе написала список, я каждый день буду обзванивать 10 человек, не надо. Посмотрите на этот список глазками. Вы уже тоже чуть, ну, четко будете видеть, и у вас сразу всплывают в памяти эти люди. Выделите для себя для начала. Это больше относится, конечно, к новичкам, к новым людям, которые начинают, вот впервые делать эти шаги. Выберите для себя открытых людей, активных, добрых, которые готовы получать и проверять информацию, которые желают обучаться, которые ориентированы на цели, позитивные, которые вам доверяют, с которыми вам будет легко общаться, потому что если вы сразу попадете на какого-то негативщика, это новички, который может вас так обломать, что вы потом 3, 4, 5 дней вообще не захотите открывать этот список, вообще не захотите никому звонить, никого приглашать на встречу, да, потому что у вас еще нет опыта разговаривать с негативщиками, и этот человек может вам все сломать. Может быть даже так, что сломают так, что вообще не захочешь сам заниматься в этом проекте. Вот ты загорелся, тебе понравилось, ты хочешь, готов за все хвататься, тут раз один тебя обломал, второй тебя обломал, вот эти возражения сумасшедшие, и все, и ты понимаешь, нет, это не мое, я, наверное, не буду. Так не надо, потому что, опять-таки, если мы представим себе колоду карт, и нам нужно выбрать, ну, условно говоря, Джокера, то из 54 карт, ну, сами себе представляете, сколько штук нам надо перебрать, чтобы добраться до него, да, может быть 10, может 20, может 15, не знаю, может быть 3, но неважно, не сразу, он не один, карт 54, а Джокера там, по-моему, 2 в колоде, я даже не знаю, сколько Джокера в колоде, вот, поэтому выбирайте тех людей, с которыми вам будет легко общаться, которые вас не сломают, которые вас поддержат, которые вам не нагрубят, и таким образом вы потихонечку будете учиться, будете практиковаться, вести беседу, поэтому я желаю вам, чтобы списки ваши были огромные, чтобы люди ваши в списках были позитивные, чтобы бизнес удался, и чтобы команда у вас росла, была активной, была большой, и приносила вам не только доход, но и большую радость от общения с ней, я благодарю вас за внимание сегодня, встретимся через 2 недели, 9 февраля, мы будем говорить о следующих задачах спонсора, так скажем, о следующих задачах, которые мы, как наставник, должны уметь решать, для того, чтобы строить свой бизнес, для того, чтобы создавать команду, для того, чтобы обучать свою команду, укреплять ее, и чтобы мы вместе со своей командой шли к достижению нашей общей цели, потому что мы уже очень близки, у нас осталось очень мало времени, я не хочу забегать наперед, я не имею права ничего говорить, мы ждем еще немножко, мы ждем эко-феста, на котором будут очень хорошие, очень значимые новости для всех для нас, все, всего хорошего, до свидания, я благодарю, что были со мной, и до новых встреч!